Я Эдзик Солак Виштоноян. Родился 1 октября 1975 года в Калининском районе село Мецавань. Я начал работать в Калининском райотделе в милиции. Поступил там на работу. Я там работал до 2018 года и на звание майора вышел на пенсию. После этого я два года поехал в Россию на заработку. А в 2020 году уже из-за коронавируса не мог я с семьей поехать в Россию на заработку. Остался здесь. В Армению тоже занимался строительством. 27 сентября, когда началась война с Азербайджаном, мне и сына там поймали на стройке и отвезли в военкомат. Я в военкомат договорился, чтобы место сына мне забрали. И договорился, что я должен службу везти в территорию в Армении. Не хотел поехать в Карабах, потому что это не наша земля. Если надо, за Армению я готов служить, а за Карабаха не хочу служить. Мне отправили в Алавельдинском районе, заставив служить. Несколько дней я патрулировал там, потому что оттуда военнослужащих отправили на границу с Азербайджаном, чтобы они там воевали. И там мне сказали, что вы должны службу везти на другом части, на территории в Армении. И со мной еще одного отвезли до Еревана. Там нас ждал уже КАМАЗ, на котором были уже люди. Там мы вместе собирались 33 человека. И там... Меня зовут Валера Айапетян. А что тут? Я из Степанакирта. Родился там, в Степанакирте, 1997 года. В 2014 году я начал службу и закончил в 2016 году. После службы, все это время, увидев то, что творится в стране, понимая, как они обманывают нас, мы решили с семьей переехать в Москву. И жить там. Там я работал грузчиком на складе. Приехал я, значит, в Степанакирт 1 сентября для того, чтобы продлить визу. И в это время, в этот промежуток, начался боевые действия в том месте, в котором начался боевые действия в Карабахе. И понимая, что Карабах — это не армянская земля, это азербайджанская земля, я не хотел пойти воевать. Ко мне, 28 числа сентября, ко мне домой пришла повязка, что я должен пойти в военкомат. Но я отказался, никуда не пошел. И через день, 29 сентября, ко мне пришли трое человек, двое с автоматами и один офицер. А этот офицер сказал, что они призывают меня к службе, как бы, мобилизируют. И если я откажусь, они тут же меня отвезут в тюрьму. Мы пошли из моего дома в Полит. Там нас было примерно 40 человек. Они сразу раздавали все и мобилизировали автомобиль, машины, военные.